Под колесами электрички погиб 16-летний мальчик. Подросток переходил через железнодорожный переезд на станции Трестьяны и не увидел и не услышал приближающийся электропоезд. Вот шел с остановки, вот там тропинка через дорогу. Там зацепил его и потащил до сюда. Сразу люди, кто шли, за ними тоже позвонили мне. Я сразу побежала. Ну я, конечно, побежала в той надежде, что я уеду с ним на скорой, на больнице. А когда я побежала, увидела. Его кидало с стороны в сторону. Даже вообще пополам что-то прогрудило. Вот все это. Тут у кости и все, и кожа. Голову искали там пару часов. Руки. Ногу, по-моему, оторвало. При приближении поезда срабатывает звуковая сигнализация на переезде. Он должен был услышать. Третья издавала громкий сигнал. Просто не услышал у него вакуумные наушники. Громкая музыка была. Поэтому он не слышал, потому что люди шли за ним, кричали ему. Он не слышал. Катюшку однокену. Или эти наушники в ушах. А чего машинисты? Ну они едут, у них есть и скоростная электричка. Ну кого там иметь? Он затормозил-то вовремя. Наверняка просто большой тормозной путь. Метров за 400-500. Машинисты не виноваты. Электричка скоростная. Я не веню никого. Мы сами в шоке. Как он не мог посмотреть налево-направо. Ты подходишь к путям. Ну ты голову поверни налево-направо. Никто не виноват. Просто его оплошность. То, что он был наушником. Сейчас по факту гибели 16-летнего мальчика проводится проверка. Уголовное дело будет возбуждено лишь в том случае, если определятся признаки преступления в действиях самого машиниста. Это будет проведен анализ. Не превышалась ли скорость движения поезда. Не было ли нарушено машинистам других правил движения, эксплуатации железнодорожного транспорта.